Подкатывать рукава рубашки это самый простой способ выглядеть стильно в жаркую погоду. Сохранить манжеты чистыми во время работы и придать рубашке более непосредственный вид. Сегодня мы расскажем о пяти способах, как подворачивать рукава на рубашке. Для начала нужно расстегнуть манжеты, а также расстегиваем и рукав. Первый способ это эйфа подворот, то есть подкатываем рукава на предплечье. Заворачиваем рукав один раз, измеряем длину манжетом, затем подворачиваем еще раз. Это простой и стильный подворот. Единственное, что он очень легко распрямляется в течение дня. Следующий у нас обычный подворот. Начинается он так же, как и подворот на предплечье. Заворачиваем манжет дважды, а затем еще один, третий раз. Этот подворот сидит немного повыше на руке и не так просто уже распрямляется обратно. Следующий способ это высокий подворот. Все так же начинается, как предыдущие два варианта, но вместо двух-трех раз вы подворачиваете рукав еще один. Четыре раза, чтобы он был выше локтя. Отлично выглядит, если у вас крепкие руки. Удобно, если надо что-то сделать руками, чтобы рукава не мешали. Четвертый способ, мой любимый. Это мастерский подворот. Подверните рукав выше, чем обычно, а затем просто подверните оставшуюся ткань сверху манжета. Это очень опрятный способ, который хорошо будет держаться в течение всего дня. И вдобавок к этому, если надо быстро расправить рукава, то всего одним движением вы можете это сделать. И напоследок подворот от старой школы с подвязкой. Для него потребуется резинка или подвязка. Зафиксируйте резинку на верхней части руки, затем потяните весь рукав на ту высоту, которая нужна. Накройте подвязку лишней тканью. Технически это не подворот, но в любом случае он дает нужный результат при очень опрятном внешнем виде. Пошаговая инструкция и визуальное сопровождение о том, как подкатывать рукава на рубашке находится в статье на сайте Real Men Real Style. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что вы думаете об этом видео.